В Перу-Уральске состоялись финальные игры Кубков Федора Данилова по волейболу и футболу в рамках ежегодной спартакиады городообразующего предприятия. Соревнования приурочили к Дню Металлурга, а кто одержал победу, расскажем в сюжете. По площадке разворачивается упорная борьба между сборной двух труб прокатных цехов и командой электростолеплавильного цеха «Железная Зон-32». Матч за третье место Кубка Федора Данилова по волейболу проходит в рамках 73-й спартакиады среди работников Перу-Уральского новотрубного завода ТМК. Такие соревнования способствуют поддержанию активного и здорового образа жизни сотрудников предприятия. Это само по себе очень интересный стимул, наверное, участие в жизни завода. И в то же время это идет для семьи полезно. То есть семья приходит болеть, она смотрит, дети смотрят, как их мамы, папы там играют. То есть они тоже к чему-то стремятся. Мне кажется, вот эта ценность семейная, она заложена в заводе. Командные духы, воля к победе, а также правильно подобранная тактика позволяют сборной первого и пятого цехов собраться с силами и одержать победу. Это уже четвертая игра наша. Подсыгрались, настроились. Конечно, настрой помог команде выиграть. Я очень благодарен, что у нас есть спартакиада в нашем заводе. Это очень здорово. Это сплочает людей, помогает отвлечься от работы, помогает в улучшении своему здоровью и так далее. В финале за первое место сражаются сильнейшие участники сборной ремонтно-механического цеха и завода управления и команда волочильщиков. Соперники не хотят уступать друг другу, и счет игры после двух партий становится равным. Решающая битва происходит уже в пятом сете. В итоге кубок достается полиболистам сборной двух цехов. Уже на следующий день «Металлурги» разыгрывают кубок Данилова по футболу. В матче за третье место побеждает команда восьмого цеха. Эмоции очень зашкаливают. Очень серьезный матч был. Очень тяжелый. Соперник очень тяжелый. Спортивные все ребята. Сильные. Очень рад, что выиграла команда. Все старались. Ребята молодцы. Данный турнир, кубок Данилова по футболу, он наша гордость. Потому что 11 человек, большой футбол. И сколько я знаю вокруг предприятий промышленных, больших, металлургических. Все играют в мини-футбол. 8 на 8, 6 на 6. Мы единственные, кто играем в большой футбол на таком достаточно хорошем уровне. В финале кубка встречаются давние соперники. Команда финишного центра по производству труб нефтяного сортамента и волочильщики. В прошлом году победу в соревнованиях завоевали последнее. В этот раз противнику удается взять реванш. Лучшим игроком турнира становятся нападающие команды труболочильного цеха Владимир Сулаков. Выступать в такой масштабных соревнованиях, как Спартакеада, новотрубного завода. Это всегда азарт болельщики. Особенно, когда собираются болеть за команду. Всегда приятно играть и получать удовольствие от этого. Ярким спортивным событием в преддверии Дня Металлурга становится дружеский матч между сборной ПНТЗ и их коллегами из компании «Синара Промтранс». Для нас большая честь, что Первый Вальский новотрубный завод выбрал именно нас. Свой праздник, День Металлурга, сыграет товарищеский матч, выставочный. Мы под большими впечатлениями, восторгом и с большим уважением к заводу. Итог встречи – дружеская ничья. Как считают металлурги, победа здесь и не важна. Главное – участие, обмен опытом и хорошее настроение в канун праздника. Алексей Вербицкий, Дмитрий Солюков, Денис Хромцов и Андрей Волков. Новости Первого Уральского. Новости Первого Уральского. Новости Первого Уральского.